С вами снова я, Ольга Джералл и Amazing Russian. Здравствуйте! В первом видеоролике я рассказывала вам о том, где находится Соловецкий архипелаг, о первых людях, которые жили на островах, о первых монахах, которые приехали жить на остров, и о том, как появился монастырь, о том, как строили здание из камня, и о самых старых церквях на острове. Сегодня я продолжаю свой рассказ. А где живут монахи в монастыре? Они живут в кельях. Помните, я говорила, что келья – это дом монаха. Первые кельи на острове – это были маленькие избы. Изба – это дом, который сделан из дерева, деревянный дом. Каменные кельи, кельи из камня, стали строить в монастыре в 16 веке. На территории музея можно посмотреть, как жили монахи раньше. Вот это монастырская келья, в которой жили монахи в 17 веке. Как вы думаете, сколько монахов жило в такой келье? В этой келье жило четыре монаха, потому что здесь четыре скамьи. У монахов не было кроватей, спали они на скамьях. А что делали монахи в келье? Да ничего особенного. Спали и молились. Всё остальное время они усердно работали в монастыре, а ели в трапезной. Это здание называется келейный корпус. Келейный – от слова келья. Корпус – значит здание. На территории монастыря несколько корпусов. В настоящее время в монастыре проживает сто монахов, и живут они в этом корпусе. Обратите внимание на солнечные часы на стене здания. Это, конечно, современные часы, и они не работают. Но говорят, что в монастыре были солнечные часы, которые хорошо работали. А когда же появилась крепость вокруг монастыря? В конце 16 века началось строительство каменной крепости. Эта крепость должна была защищать монастырь от потенциальных врагов. для строительства стен и башен крепости использовали валуны, как и для зданий монастыря, но гораздо больших размеров, весом 5-8 тонн. Кирпич тоже использовали для строительства. Помните, на острове уже был кирпичный завод в то время. Это макет крепости и монастыря. Вот так выглядел монастырь в семнадцатом веке. И здесь хорошо видно, что крепость построена в форме пятиугольника. У неё пять углов. И по форме она напоминает корабль. В каждом углу крепости круглая башня. У каждой башни свои функции и своё название. Например, Белая, Архангельская. Строили крепость 16 лет. Крепость сыграла большую роль в защите монастыря во время Крымской войны в девятнадцатом веке. Два английских военных корабля подошли к Соловецкому монастырю и начали бомбардировку. Эта атака длилась девять часов. К счастью, никто не был убит или ранен. Англичане поняли, что это бесполезная атака и английские корабли ушли с Соловецких островов в море. На территории монастыря можно зайти через ворота. Это главные ворота монастыря, которые называются Святые ворота. Всего в крепостной стене десять ворот. Очень часто в России при монастырях были тюрьмы. В Соловецком монастыре тюрьма была с начала XVI века. Это была государственная тюрьма. Построена она была по указу царя и финансировалась государством. Так как Соловки – это остров, то это место считалось подходящим для изоляции преступников. Сюда ссылали за религиозные, государственные и уголовные преступления. Обычно на Соловки ссылали пожизненно, то есть заключённые находились здесь в тюрьме до конца своей жизни. Тюрьма на Соловках была закрыта в 1903 году. В истории Соловецкого монастыря есть много трагических страниц. Вот одна из них. После Октябрьской революции в 1920 году Соловецкий монастырь был закрыт органами советской власти. А в 1923 году на Соловках был организован самый известный концентрационный лагерь советской России. Соловецкий лагерь особого назначения «Слон». В 1937 году лагерь был реорганизован в тюрьму. В 1939 году тюрьма была закрыта. В советский период монастырь был сильно разрушен. Только в середине 1960-х годов на Соловках начались реставрационные работы. В 1967 году был организован Соловецкий музей, а в 1974 году он был реорганизован в историко-архитектурный и природный музей-заповедник. Только в 1990 году Соловецкий монастырь был открыт снова и начал возрождаться. Сегодня это действующий мужской монастырь. Историко-культурный комплекс Соловецкого архипелага находится под охраной ЮНЕСКО. Он включён в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в 1992 году. На территории монастыря постоянно ведутся реставрационные работы. Какие-то части комплекса очень хорошо отреставрированы. Некоторые ещё находятся в процессе реставрации. Так как в Соловке туристическое место, сюда приезжают очень много туристов, особенно летом. Так как на Соловках находится русский православный монастырь, сюда приезжают паломники, чтобы помолиться в древнем святом месте. Паломники – это религиозные люди, которые посещают святые места. Кроме того, здесь работают трудники от слова труд. Люди обычно религиозные, которые помогают в церкви. Трудник – это церковное слово. Мы можем сказать волонтёр. И, конечно, есть местные жители – люди, которые живут здесь, на Соловках. В посёлке сейчас около тысячи местных жителей. Соловецкие острова – это уникальное место. Это природный, исторический и культурный комплекс, аналогов которому в мире не существует. Я так рада, что, наконец, сбылась моя мечта. Я увидела то, что хотела увидеть – Соловецкие острова и Соловецкий Кремль. Конечно, было невозможно посмотреть все достопримечательности Соловецкого архипелага за два дня, но, может быть, это и к лучшему. Будет повод вернуться сюда снова. Вечером я уезжаю с острова на том же теплоходе. Меня провожают прекрасная солнечная погода, красивое вечернее море и чайки. До свидания, Белое море и Соловки. До следующего раза. На сегодня это всё. Я с вами прощаюсь. До новых встреч!